Здравствуйте! Давайте поговорим о главных новостях этого дня в подробностях в студии Алексей Лихман. Допрос убийцы. Кого стал задержанный СБУ-корректировщик огня? Расплата за Мариуполь. Ударит ли Европа еще сильнее по России? Внеочередная повестка. Чего ждать от Верховной Рады? Свобода слова по версии оккупантов. Кто устроил маски-шоу на крымском канале АТР? Мариуполь обстреляла российская артиллерийская батарея. А руководил процессом российский офицер по прозвищу Пепел. В этом сознался задержанный украинскими силовиками корректировщик огня, гражданин Украины, житель Мариуполя и бывший гаишник Валерий Кирсанов. На его совести явно не один этот обстрел. Координаты расположения наших военных российскому офицеру Кирсанов сообщал последние две недели. Я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. Я поехал посмотреть, что там произошло и сказал Пепел, что они промахнулись на один километр. Он спросил, а как видно, откуда стреляли? Я сказал, что со стороны Виноградного. Он сказал, ну хорошо. Пепел является офицером российской армии и руководителем артиллерийским батальоном. До 14.20. Коррегули в огонь. После этого идет прямая указка с использованием современных систем и офицеров связи Певденного військового округа Российской Федерации. Через систему сопотникового связи Белозер российской мовы, которую дает команда оттягиваться российским артиллерийским дивизионам в Россию. Из-за востока и ситуации там завтра собирается парламент на внеочередное заседание. Многие депутаты не в Киеве, а законопроекты важные. Все ли соберутся и как формировали повестку дня? Екатерина Лысенко подробнее. Несмотря на то, что кулары парламента пусты, сегодня здесь активно обсуждают завтрашнее внеочередное заседание. С утра заседал Совет Коалиции. Представители фракции обсуждали повестку дня. И скорее всего часть завтрашнего заседания будет проходить в закрытом режиме. Закрытый режим предлагали, чтобы послушать в Генштаб. Но уже к обеду от этой идеи отказались. Верховная Рада должна работать в открытом режиме, не должна оховаться от людей. Если есть какая-то информация, мы договорились о том, что руководители фракции могут встретиться с руководством Минобороны, Генерального штаба, и потом довести эту информацию к депутатам. Введение военного положения, о котором так много говорили, завтра в парламенте рассматривать не будут. Ни на отдельных территориях, ни в стране в целом. Я считаю, что военный стан у неможливости финансирования государства. А вот признать Россию страной-агрессором в Раде завтра могут. Своими действиями Россия никакой уже дружбы и сотрудничества не предлагает. Она предлагает принуждение к миру с помощью силы. И в мире Украина может добиться вызнания России страной-агрессором, что тягнет за собой целую низкую санкций и обмежений России в работе на международной арене. Это ключевое вопрос, которое сейчас будет обговориться в администрации президента. Чи нужно делать это сейчас, чи есть другие думки, мы сейчас будем обговорить. Этот вопрос, как и всю повестку дня, окончательно согласовывали в администрации президента. Там же обсуждали и закон о подчищении власти. Его планируют менять из-за того, что иллюстрировали, говорят нардепы, и тех, кто сейчас как никогда нужен стране. Так же парламент завтра планирует признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, для того, чтобы потом и мир их таковыми называл. Сейчас будем обратиться к международным организациям, с тем, что последние события однозначно подтвердят, что это террористическая организация. За то, чтобы Европа признала ДНР и ЛНР террористическими, будут бороться те депутаты, которые сейчас в Страсбурге. В украинском парламенте завтра их не будет. Но вроде обещают, для принятия решений нардепов хватит. Так же в планах нардепов завтра принять особый порядок управления в Донецкой и Луганской областях, реорганизовать СБУ в боевой центр, рассмотреть законопроект о военной полиции. Все предложения касаются АТО. С нами на связи Вениамин Трубачев. Мой коллега продолжает работу на линии фронта. Веня, здравствуй. Какая у вас ситуация? Где идут бои? Да, Алексей, сейчас по всей линии фронта идет напряженная ситуация. Боевики при поддержке российских войск не прекращают обстреливать позиции украинских сил. Сегодня я работал в районе Попасной. Там повсюду слышна канонада. И вот долго находиться на улицах, в принципе, там невозможно. Потому что идут постоянные бои. И в любой момент может прилететь снаряд. Поэтому передвигаться можно вот так вот только перебежками. Ураган, Буратино, САУ. Фактически это передовая линия фронта. И в последнее время часто в районе Попасной завязываются уже даже бои с применением автоматов и пулеметов. То есть ближние бои, бойцы стреляют, украинские бойцы стреляют в ответ. Также работает и артиллерия. Но ведет огонь только по позициям противника. В отличие от боевиков, которые стреляют в том числе и по жилым кварталам. То есть по мирным людям. Ну и вот жители Попасной показали мне последствия ночных последних обстрелов. Грады, выпущенные боевиками, попали прямо во двор пятиэтажки. В квартирах повылетали окна, частично разрушены стены, нет света, там воды и газа. И люди говорят, что чудом во время этого обстрела никто не погиб, а раненых вовремя доставили в больницу. Дерево попало. Из дерева пошел третий этаж. Люди позагорались. Пятый этаж, четвертый, третий. На той стороне четвертый. Все сгорело, да? Все сгорело, да. Да там вообще квартира выгорела. Бабушку отправили в больницу с инсульцией. Ну вот город практически вымер. Остались в основном люди уже такого преклонного возраста и те, кому просто уже некуда ехать. Все они живут в подвалах и без лишней необходимости стараются не выходить на улицу, слишком небезопасно. И вот в одном из таких подвалов я встретил женщину с двухмесячным ребенком. Рядом лежало много пенсионеров, у которых нет даже жизненно необходимых лекарств. Просто ситуация катастрофическая у этих людей. У меня родители украинцы из Шмельницкой области, из Днепропетровской области. И я кто такая? Я украинка. Я хочу мира для себя, для своих детей и для своих внуков. А вот это бьют. Перед ним стремится тоже куда все. Ну вот в целом по всей линии фронта, если подытожить, украинские войска продолжают удерживать позиции. Не прекращаются бои на Дебальцевском плацдарме. Постоянные артиллерийские сражения идут в районе Донецкого аэропорта и поселка Пески. Что касается Луганской области, боевики обстреляли станицу луганскую. Там как минимум двое мирных жителей погибло. Также бои идут в районе Счастья и Крымского. Это последние новости с фронта. Жуткие новости. Спасибо, Веня, за работу. Это был Вениамин Трубачев с последними новостями из зоны АТО. Сейчас узнаем, как прошел сегодняшний день в Мариуполе. Выходит на связь моя коллега Эльвина Сеидбулаева. Эля, здравствуй. Какая ситуация в городе? Что ты можешь нам рассказать? Алексей, траура по погибшему в Мариуполе продолжается сегодня и завтра. И в результате обстрела террористами микрорайона Восточный погибли 30 человек. И сегодня похоронили пятерых. Много людей пришло попрощаться с погибшими. Все разговоры о трагедии и возможности новых атак боевиков. Ком потерял жену. И девочка три года лежит, говорит, сейчас в реанимации. Говорю, ампутация по колено сделали. И с утра в районе Восточный работает коммунальный служб, убирает битые стекла. Люди продолжают утеплять свои дома, закрывают окла полиэтиленом, меняют двери, помогают друг другу сами, помогают волонтеры и бизнесмены. Поубирали стекла разбитые. А заклеили пленочкой. Ну, делаем вся квартира так. Я заявление только написала. В этот висполком ехала, поехала, сказали, что будем разбираться. Ну, у нас-то крыша, вы видите. А если дождь пойдет, может и обрушится, но может даже не обрушится, а вода же потечет к жильцам. И сейчас в больницах Мариуполя находится 115 человек. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. За бюджетные средства по линии гуманитарной помощи активно помогают волонтеры и некоторые политики. И вот что говорят врачи. Здесь растворы, кровезаменители, антибиотики, перевязочный материал. Даже противостолбнячные сыворотки, больные тяжелые, время покажет. Ранение нижних конечностей, плечевой кости, шок, травматический шок, полно-лимический шок, кровопотеря. Мы делаем все необходимое. И эта помощь, которую оказывается нам гуманитарной организацией, и в том числе организация «Украинская перспектива», она настолько важна, она настолько необходима. Я хочу выразить от руководства нашей больницы огромную благодарность. Всем-всем-всем, кто принимает вот такое активное, живое участие в лечении, в спасении этих людей. И в направлении Мариуполя атаки не прекращаются. Российские боевики шесть раз открывали огонь по нашим позициям недалеко от села Чермалык, Мирная Николаевка. Боевики используют артиллерию, а также минометы. За результатами обстрелов, на счастье, пострадалых и жертв військовослужбовцев нет. Есть там искупление живой силы, зафиксировано, а также бронетехники. Мариуполь живет как на пороховой борьбе, и хотя сегодня в городе выстрелов не слышно, сектор М находится напряженной. Такой был день сегодня в Мариуполе. Алексей. Спасибо, Эля, за работу. О ситуации в городе Мариуполе и окрестностях нам рассказала Эльвина Сейтбулаева. Заявление Путина нонсенс. Так прокомментировал генсек НАТО слова российского президента о том, что украинская армия является легионом НАТО. Йенс Столтенберг подчеркнул, единственные иностранные войска в Украине это российские. Ежедневно мы на связи по телефону с жителями оккупированных городов. Сегодня удалось дозвониться в Донецк, Красногоровку и Луганск. Давайте послушаем, как там прошел день. Грады слышны сегодня. Грады и вот, знаете, гаубицу. Нам не где прятаться. У основной массы людей мы просто сидим в домах и ждем. Попадет, не попадет. Прожили ночь, слава богу. Воды у нас не было со среды, потому что бомбанули водовод, который шел на основную часть районов Донецка. Очень много разрешений походов. Город Красногоровка попадает под острел. Ипоет, сами рядом сосед, город Маренко. Город без тепла, стекол, без газа, частично без электричества. Очень напряженный, очень сильно отстрелит наш город. Очень, очень страшно. Очень. Нас утюжат сутки напролет. В городе снова стреляют периодически из Града. Возможно, где-то на окраинах города стоят остановки, которые стреляют на востоке со стороны. Востоку стреляют в сторону станицы. В Луганске было попадание минимум два раза на каждую улицу. В городе паника нарастает, потому что заметно увеличилось и количество военных машин, военной техники. Людей в военной форме больше стало. Кабмин вводит режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях. И режим повышенной готовности по всей Украине. Это не чрезвычайное и не военное положение, уточнил Яценюк, а полная координация всех органов власти. Для этого создадут госкомиссию и региональные центры по чрезвычайным ситуациям. Спасатели должны будут круглосуточно информировать и обучать население. А также провести инвентаризацию продуктов, лекарств, ценности резервного имущества и бомбоубежищ. В территории Украины наличится 25 568 таких спортов. Не готовят для использования за призначением 10 483. Это 41 сотни. То есть половина объектов не готовят для использования. И там же на заседании Кабмина сообщили, что из Марьинки и Красногоровки Донецкой области вывозят детей. Это непосредственно поленится прикосновения и там, где идут массовые обстрелы. Сегодня с утра 75 человек у детей вывезли в Днепропетровскую область. Эти дети уже осваиваются на новом месте. Как доехали, сколько их и скольких не успели вывезти. Подробнее Наталья Грищенко из Днепропетровска. Дети из Авдеевки приехали в Днепропетровск еще в субботу. 39 школьников поселили в санатории номер 2. Сегодня еще 68 детей удалось вывезти из Марьинки и Красногоровки. Уже несколько часов, как они осваиваются в санаториях Никополя, оставаться дома опасно. Боевики продолжают обстрелывать. Школу нет, мы не учимся, опасно, но старая часть самая опасная. На поселке не так сильно. Этих детей сопровождают несколько родителей, остальные остались дома. Схема эвакуации, в общем-то, простая. В школах объявляют, что в определенный день детей и взрослых, которые захотят с ними поехать, будут ждать автобусы. Отправляются они в сопровождении милиционеров. Классный руководитель объявил родителям, есть ли желание уехать с детками или детки сами. Мы сели, подумали и решили приехать. Родители просят закрывать, и их лица, и лица детей опасаются мести террориста, ведь дома остались родственники. Да и вывозить детей из-под Донецка сейчас очень сложно. Боевики, несмотря на просьбы главного милиционера Донецкой области, дать коридор, продолжают обстрелы. Сегодня, например, из-под Донецка собирались вывезти 120 детей. Успели вдвое меньше. В ближайшее время будут еще попытки эвакуировать ребят. Для них в Днепропетровской области уже приготовили 2500 мест. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Санкции, еще санкции. После атаки на Мариуполь Европа обсуждает новые меры против России. О чем идет речь и когда их могут ввести. Татьяна Лагунова, подробнее она в Берлине. Европа снова говорит о санкциях против России. Но если в последнее время лидеры ЕС заявляли, что не думают смягчать уже введенное, теперь речь идет о новых. После обстрела Мариуполя ужесточить их призвали сразу в нескольких европейских столицах. Мол, санкции не самоцель, но Европа должна отреагировать. Атака на Мариуполь это существенное изменение ситуации. Мы должны реагировать. Согласовать позиции у европейцев будет возможность уже в ближайшие дни. В четверг в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС. Его созвала глава европейской дипломатии Федерико Магерине сразу после атаки на Мариуполь. На этой встрече, скорее всего, и будут обсуждать возможные новые санкции. Эксперты даже уже предполагают, какие от экономических в отношении определенных компаний и активов, вплоть до отключения России от банковской системы SWIFT. Это грозит российским банкам фактически изоляцией от всего мира и, соответственно, огромными потерями. Подобные меры в истории применялись лишь раз в 2012 в отношении Ирана. Однако окончательное решение, скорее всего, примут позже. Это прерогатива не министров, а лидеров Евросоюза. А они встречаются 12 февраля. О готовности расширить санкции говорят и за океаном. Так Барак Обама заявил, что рассмотрит дополнительные варианты влияния на Россию. Однако деталей не уточнил. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Сначала Украина, потом ЕС. В Евросоюзе ждут от Киева признания так называемых ДНР и ЛНР террористическими организациями. Только после этого такое решение может принять и Брюссель, говорит посол Евросоюза Ян Тамбинский. И просит не спекулировать на этой теме. Это очень чувствительный политический вопрос. В первую очередь Украине необходимо принять меры на официальном уровне, а потом можно выводить на международную арену. Нам нужно использовать все инструменты, существующие в международном сообществе, чтобы прекратить эту агрессию. Украина официально пока не признала ДНР и ЛНР террористическими организациями, но завтра Рада может рассмотреть этот вопрос. Кстати, как сказал Тамбинский, вероятность и на чрезвычайном заседании министров иностранных дел ЕС 29 января данная тема также будет обсуждаться. Ну и о том, когда сможем ездить в Европу без виз. На пресс-конференции с Тамбинским была и посол Латвии. Эта страна с 1 января главенствует в Совете ЕС. Аргита Даудзе говорит, у Украины есть все шансы получить безвизовый режим с Евросоюзом уже в следующем году. Но для этого нужны реформы от украинского правительства. Биометрические паспорта – это очень хороший шаг вперед, но есть и другие вопросы. Борьба с коррупцией, изменение закона о прокуратуре, реформа правоохранительного сектора. Тогда сделаем выводы, насколько далеко продвинулась Украина для введения безвизового режима. Левиафан шагает по России. Сегодня ленту посмотрели жители тех мест, где проходили съемки. Что они сказали после просмотра, картины знает наш московский сапкор Данил Русаков. Кинотур по местам боевой славы, так шутку называют пробные показы ленты Левиафан, именно там, где и снимали эту картину. Жители поселка Тереберки, еще не вышедший в прокат фильм, посмотрели в местном доме культуры. Реакция не заставила себя долго ждать. Большинству, в отличие от федеральных чиновников, увиденное пришлось по душе. Ни антигосударственной пропаганды, ни угроз то ли духовным скрепом, то ли сковом, никто так и не обнаружил. Правда, по словам первых зрителей, показанная история характерна не только для русского севера. В таком ритме убеждены они, живет вся страна. Фильм глубокого размышления. Огромное спасибо. Хорошо, что есть такие режиссеры и есть такие фильмы. Тебя превратят просто с нашей властью, ни на что поставят. Постановщик картины Звягинцев уже получил «Золотого орла» в номинации «Лучший режиссер». Фильм номинирован на «Оскар», и многие прогнозируют, что заокеанское киносообщество ленту оценят. Тем временем российские чиновники заняли совершенно иную позицию. Исполнители роли священника Валерия Гришко клеймят коллективными письмами позора депутаты Самарской губернской думы. Министр культуры России Мединский считает, что православие показали некорректно. Только жители Русского Севера, кажется, реакции официальных властей не заметили. Они, как ни в чем не бывало, аплодируют режиссеру и актерам. Данила Русаков и Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Изъятие видеоархива, фотографий и всей документации. Чем завершился обыск на крымско-татарском телеканале «АТР» и почему журналисты провели 7 часов под дулами автоматов, знает Юлия Кричкова. Она в Симферополе. С 11 утра и до 6 вечера длился обыск на крымско-татарском телеканале «АТР». Вход и выход заблокировали ОМОНовцы. Часть сотрудников канала все это время провела на улице вместе с единоверцами, пришедшими поддержать единственный национальный телеканал. Наш единственный канал хотят отключить. Мы его с удовольствием смотрели, дети наши. Там на крымско-татарском языке фильмы уже переводили. Сотрудники, которые оказались во время обыска в помещении редакции, говорят, было несколько десятков вооруженных человек. Одни блокировали двери в кабинеты, другие тщательно проверяли все носители информации. От компьютеров до личных блокнотов журналистов. Что мы выдаем в эфир, какие интервью записываем. Мы вот искали уже, когда перешли именно к обыскам в нашей личной тумбочке, компьютеры. Все видео, фотографии, документы, какие-то сценарии сюжетов, они распечатывали для себя. Силовики искали все, что связано с событиями 26 февраля прошлого года. В тот день под Верховной Радой Крыма был многотысячный митинг и столкновение между сторонниками отделения Крыма и теми, кто выступал за единство Украины. Руководство канала задается вопросом, зачем нужно было устраивать маски-шоу. Изымается у канала то, что он мог дать добровольно, и то, что у него в открытом пользовании каждый день висит на интернете, это не силовой удар по телеканалу АТР. Возможно, это громкие слова, но это силовой удар по всем крымским татарам. Мы расцениваем это исключительно как очередной способ запугать и телеканал, который, как известно, неоднократно предупреждали. Весь день журналисты работали в прямом эфире в режиме спецвыпусков. И лишь несколько часов назад, когда силовики уехали, прихватив с собой архивы, вещание вернулось в нормальное русло. Пока АТР остается в информационном поле эфира. Но вот что ждать завтра? Юлия Грючкова, Виталий Зитковский, подробности, телеканал Интер, Крым. Надеялись, но такого успеха не ожидали. Это о левых радикалах на досрочных парламентских выборах в Греции. Новый премьер теперь готовится к новой схватке. Против кого? И отразится ли это на Еврокарте? Подробнее Ольга Головина. Он молодой, симпатичный и говорит то, что от него хотят услышать. 40-летний Алексис Цифрас – новый премьер-министр Греции. Его леворадикальная партия «Сериза» на выборах получила 149 мест в парламенте. Популярная политическая сила стала во время массовых беспорядков в 2008-м. Но такого успеха на нынешних выборах не ожидал никто. Наша победа – это победа всех народов Европы, борющихся против жесткой экономии, которая разрушает наше общее европейское будущее. Греки, утомленные четырехлетним режимом жесткой экономии и урезания зарплаты пенсий, ликуют. А вот немцы не очень. На спасение тонущей экономики Афинам были брошены огромные средства. 200 миллиардов евро от тройки кредиторов Европейского Союза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка. И вот теперь вопрос – как новое правительство собирается отдавать долги? Берлин уже заявил, что не будет пересматривать условия финансовой помощи. Я понимаю греков, как и тот факт, что они не хотят придерживаться европейской политики. Это приводит лишь к дополнительным долгам для них. Курс евро уже отреагировал на победу партии «Сериза». Евровалюта упала до самой низкой отметки за последние 11 лет. Министры финансов ЕС собираются на экстренное заседание. Звучат не очень оптимистичные прогнозы. Переговоры с кредиторами будут непростыми. Как, сохраняя верность предвыборным обещаниям, возвращать долги – неизвестно. Поговаривают о возможном выходе Греции из еврозоны. Да и левые партии других европейских стран оживились. Это пощечина Греции и Европейскому Союзу. Так, Итальянская Лига Севера, Французский национальный фронт отреагировали на победу «Сериза». И если им удастся повторить успех греческих левых, политическая карта Европы может получить другой окрас. Ольга Головина, подробности, телеканал «Интер». Ушел из жизни легендарный Демис Русас. Греческий певец умер в Афинах, было ему 68. Артиста прославили композиции «Goodbye, my love, goodbye», «Forever and ever» и многие другие. В 1985-м Демис Русас вместе со своей женой оказался на борту самолета, который захватили террористы. Их и еще 8 заложников отпустили спустя несколько дней. В то время Русас был настолько популярен, что даже террористы обходили со звездой почтительно. Артист скончался вчера, но дочь Демиса Эмили сообщила об этом только сегодня, чтобы не отвлекать греков от важных парламентских выборов. Причина смерти певца пока неизвестна. Залог 609 тысяч гривен. Чиновник, которого поймали на взятке, уже на свободе. О ком речь, расскажем чуть позже. Оставайтесь с нами. Верните Украине надежду. Удастся ли посте вызволить Савченко из российского плена? Навар на продажной любви. Хитроумные схемы одесских милиционеров. Телефонный террор. Над британскими политиками поиздевался франкер-наркоман. Новый парламентский год в парламентской ассамблее Совета Европы и новый состав украинской делегации. Одна из участниц, Надежда Савченко, до сих пор не может не то, что попасть в зал Дворца Европы, но и выйти на свободу из российской тюрьмы. И это несмотря на то, что глава Совета Европы еще на прошлой неделе обратилась к спикеру Госдумы Российской Федерации с просьбой освободить ледчицу, обладающую к тому же иммунитетом по себе. С утра провели выборы президентов и вице-президентов организации. Вице-президентом от Украины стал Владимир Арьев, а Юлия Левочкина на следующий год избрана заместителем главы мониторингового комитета. Акция в поддержку Надежды Савченко проходила сегодня в центре Киева, на Майдане Назалежности. Там сейчас мой коллега Максим Кошелев. Максим, здравствуй. Много ли людей пришло и что говорили люди? Добрый вечер. На самом деле акция закончилась. Уже где-то примерно полчаса разошлись последние участники, но в 6 часов здесь собирались десятки людей, которые пришли сюда поддержать Надежду Савченко. Они настаивают на том, что Россия должна все-таки прислушаться к решению ОПС и выпустить теперь уже депутата парламентской асамблеи Европы Надежду Савченко из СИЗО номер 6 в Москве. Организовала сегодняшнюю акцию сестра Надежды Савченко Вера. Вот что она говорит. Что такое надежное голодование? Это борьба, и вот так она и борется за Украину единым доступным методом. Проти агрессии Российской Федерации на территории Украины. Проти своего уязвления, в другую очередь. Люди, которые собрались сегодня здесь, они держали в руках плакаты в поддержку Надежды Савченко, ее фотографии. И один из главных, ну я не знаю, как сказать, экспонатов сегодняшней акции, это был украинский флаг, и к нему приколотая футболка. Это футболка, как говорит сестра Надежды, в которой сама Надя присутствовала на судебных заседаниях, она с гербом Украины, и вот люди писали пожелания на этой футболке и на этом флаге. Планируется, что флаг постараются передать самой Надежде, а футболку отправят в Берлин, где в ближайшее время должна будет открыться выставка, посвященная ей и другим политическим узникам Украины, которых удерживает Россия. Вот что желали люди, и вот на что они надеются. Для этого мы тут и забрали, чтобы всем миром натиснули на эту пусковую, для того, чтобы отпустили нашего героя. Божаю от этой души, чтобы ее место заняли те, кто ее выкрали. Вот это взагаля знущение, выкрали с территории нашей Украины людину. Должен заметить, что кроме самой Надежды Савченко говорили и о других политических, по сути дела, узниках, в том числе, например, о крымчане Олеге Сенцове, который тоже был фактически похищен и до сих пор насильно удерживается, и в России его пытаются там судить. Студия. Спасибо, Максим. Это был Максим Кошелев из центра столицы. Там сегодня состоялась акция в поддержку Надежды Савченко. Вот как сейфери Савченко присоединились и в других городах Украины. В Харькове около ста человек пришли к российскому консульству с флагами и плакатами. В здании заблаговременно наглухо закрыли окна. Под ним выстроили кордон милиционеров. Было даже больше, чем самих пикетчиков. Никто к митингующим не вышел. Несколько сотен человек собрались и в центре Кировограда, помолились за здоровье узницы и оставили свои пожелания на украинском флаге. Его хотят передать Надежде Савченко. И в Лондоне сегодня проходила акция в поддержку Надежды. Собрались у здания местного четвертого телеканала с флагами и плакатами. Интересно, что митинг организовал не представитель украинской диаспоры, а местный активист Артур Роджерс. Он считает, очень важно обратить внимание медиа на проблемы в Украине. Они будут информировать общественность, а та, в свою очередь, британское правительство. И западные политики перейдут, наконец, в слов к действиям, в защиту нашей страны. Великобритания – один из главных игроков на мировой сцене. И она может сделать гораздо больше для восстановления мира в Украине, чем делает сейчас. Британские политики начнут шевелиться лишь тогда, когда на них надавит электорат. Скорейшего освобождения Надежды Савченко из российской тюрьмы добиваются и в Вашингтоне. Что происходит в столице Америки, знает Дмитрий Еловский. Сегодня флаг на посольстве Украины в Америке приспущен. Зато появился баннер – поддержку Надежды Савченко. Он будет висеть здесь, пока Надежду не выпустит из-за стенков российского СИЗО в печатниках. Каждый, кто проходит мимо зданий, где представительство, теперь может примерно понять, что происходит с украинской летчицей. Но важно, чтобы и власти Америки понимали, как можно помочь Савченко. Уряд Америки занимает однозначно очень сильную позицию, которая полегает в том, что Савченко незаконно была вывезена в Россию, незаконно утримается и она должна быть извинена. И голос Америки – это потужный голос среди других стран. Сейчас в Америке позиция по этому вопросу довольно однозначная. Госдеп выступает за скорейшее освобождение Савченко. Джен Пстаки – официальный представитель Государственного департамента США, заявил, что с пониманием относятся к голодовке Надежды как к форме протеста, но очень обеспокоен состоянием ее здоровья. В эти дни украинцы по всей Америке выходят на улицы с флакатами, с требованием освободить Савченко. Подобные акции накануне прошли в Нью-Йорке и здесь, в Вашингтоне. В это же время Барак Обама сказал, что готов значительно расширить санкции против России и ее режима. Но правда пока непонятно, пойдет ли на это Евросоюз. И сможет ли Савченко, если будут приняты новые санкции, все-таки обрести свободу. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Посидел 10 дней в СИЗО, теперь на свободе. Это азам губернатора Ривненской области Тараси Пустовити. Его 11 января поймали на горячем. Требовал 8 тысяч долларов за выдачу лицензии перевозчику на обслуживание маршрута. Вышел из СИЗО, заплатив залог в 609 тысяч гривен. На свободе с 21 января, но стало об этом известно только сегодня. О внесении залога и освобождении сообщили в областной прокуратуре. По данным правоохранителей, Пустовит вернулся домой. От исполнения служебных обязанностей в обл. администрации он отстранен. Его имущество арестовано. А вот залог чиновнику могут вернуть. Причем полностью. Если в течение ближайших двух месяцев он будет исправно приходить на допросы и помогать следствию. Проститутки, наркотики и оперуполномоченные. О новой схеме выкачки денег от сотрудников милиции в Одесской области. Подробнее Андрей Анастасов. Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Авидиопольского района, его подчиненный и еще один оперуполномоченный угрозыска Приморского района Одессы. Именно они, по данным следствия, придумали довольно простую схему. Нашли гражданку, которая ранее занималась проституцией. Путем шантажа заставили разместить объявления в интернете. Мол, оказывает интимные услуги за деньги. Но есть одно условие. Клиент должен явиться по указанному адресу не с пустыми руками, а с марихуаной, чтобы покурить и расслабиться. По факту же клиента ждала не путана, а милиция. А далее все совместно задерживают так называемого преступника с наркотическим средством, которого они же склонили к тому, чтобы он этот наркотический средство принес при проведении досуга с их гражданкой. Более того, именно они борются с незаконным оборотом наркотических средств. Разрабатывали милиционеров несколько месяцев. Операцию по задержанию проводила прокуратура Одессы вместе с СГУ. И вот на днях мошенники-милиционеры потребовали от очередной жертвы 52 тысячи гривен за непривлечение к уголовной ответственности. Стражей порядка взялись по личным. Курка сотрудников милиции. МВС, ГУМВС Украины, Водейские области. Денежные средства, замотанные в салфетку. Сколько эпизодов им будет меняться, следствие покажет. Задержанные милиционеры давать какие-либо показания пока отказываются. На суде, где избиралась мера пресечения, говорили, что их подставили, и это все провокация. Суд в итоге постановил взять их под стражу. Правда, они могут внести залог 365 тысяч гривен каждый. Если вина милиционеров будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Как затащить любимого на шопинг? Чем тараканы помогут несчастным в любви? И на что Папа Римский поменял голубей мира? Об этом не только в нашем обзоре. Папа Римский заменил голубей на воздушные шары. Много лет подряд после воскресной мессы дети выпускали птиц. Однако вчера впервые в небо улетели разноцветные шарики. В прошлом году на голубей мира, выпущенных в поддержку Украины, напали чайка и ворона. Обаму вновь застукали жующим жевательную резинку на официальном мероприятии. На этот раз в Нью-Деле во время военного парада. Камеры зафиксировали, как американский президент доставал ее изо рта, когда премьер Индии что-то ему говорил. Журналисты предполагают, скорее всего, это никотинозаменительство. Жующий Обама ранее был замечен в ноябре во время саммита ОТЭС и в июне во Франции на мероприятии, посвященном 70-летию высадки союзников Нормандии. Британцы возмущены расточительностью Букингемского дворца. В самый холодный день года дворцовый комплекс распахнул 25 окон. По некоторым данным, обогрев здания обходится более чем в миллион фунтов в год. Карманы налагоплательщиков не бездонные, заявляют граждане. Английский магазин одежды придумал способ, как женщинам уговорить своих любимых пойти за покупками. Для скучающих бойфрендов тут установили игровые приставки. Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях. В магазине ожидают наплыва новых клиентов. Горящий Мерседес уехал от пожарных. Инцидент произошел в норвежской деревне. Спасатели приехали тушить пылающее авто. Однако, только пустили воду, как машина поехала с горы и врезалась в отбойник. Причину пожара и имя владельца не сообщают. Тараканы излечат разбитые сердца. Зоопарк Сан-Франциско придумал необычную акцию ко дню Святого Валентина. Тем, кому не повезло в любви, предлагают взять под опеку мадагаскарских шипящих тараканов. Отвратительные обитатели зверинца могли бы стать отличными символами бывших возлюбленных. Режимируют джоологи. Напился, обкурился и решил позвонить премьеру. И дозвонился. Кто теперь звезда британских таблоидов и как спецслужбы пропустили такой звонок? Подробнее обо всем Оксана Кондеренко из Лондона. Парень, которому нет и 30, и чье имя не раскрывают, запросто дозвонился до ведущих политиков страны. При этом был в доску пьян, да еще и под кайфом после травки и кокаина. Первый звонок пранкера поступил на коммутатор Центра правительственной связи. Шутник сказал, что обычный номер главы ведомства Роберта Ханнингана не отвечает и попросил мобильный. Незнакомцу без проблем продиктовали цифры личного сотового. Чуть позже чиновнику позвонили якобы от имени тележурналиста. Экстримовый сельчаку показалось мало. Тогда он набрал номер резиденции премьер-министра. В любом справочнике он есть. Представился Робертом Ханнинганом. И от чуда его переключили на линию Дэвида Кэмерона. Я снял трубку. Незнакомый голос сказал, что не хотел меня будить так рано. Я удивился, ведь было 11 утра. Спросил, кто звонит. Не ответили, что это розыгрыш. Я быстро нажал кнопку отбой. Разговор длился несколько секунд. Кэмерон не раскрыл при этом. Никакой лишней информации отчитывается пресс-служба. Да и каналы безопасности связи взломаны не были. Выходит, смекалка помогла обойти хитрые системы защиты. Но сам факт, что человек с улицы так просто обставил британские спецслужбы, дискредитирует их работу. Уже издано распоряжение о проведении проверок и повышении уровня безопасности. А пранкер стал звездой. Раздает интервью таблоидам, мол, я даже двух слов связать не мог, настолько был пьян. Парню грозит максимум штраф, тогда как некоторым работникам аппарата премьера – увольнение. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». И вот буквально только что появилось заявление оппозиционного блока о безотлагательных мерах по восстановлению мира и стабильности на востоке Украины. Вот несколько выдержек. Оппозиционный блок требует от власти немедленного обеспечения мира в Украине и проведения с этой целью прямых переговоров с Россией о совместных усилиях по прекращению огня. А также обращение в ООН за предоставлением миротворческого контингента для обеспечения мира и безопасности людей в зоне военных действий. Также представители оппозиционного блока требуют проведения срочного выездного заседания Верховной Рады в Мариуполе. Такими были новости этого дня. Спасибо, что смотрели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова